С чего же началось противостояние между войском Запорожским и Московским царством, которое впоследствии вылилось в Украинско-Российскую войну 1658-1659 годов? Очевидно, от изменения летом 1657 года, еще при жизни Гетмана Богдана Хмельницкого, политического курса московского государства относительно Украины. Московское правительство было не удовлетворено тем, что до сих пор не был установлен реальный контроль над территорией войска Запорожского, а украинское руководство последовательно уклонялось от выполнения положения договора 1654 года об ограничении международных сношений Гетманского правительства и сбору налогов в царскую казну. Новая политическая линия царского правительства относительно Украины должна была не допустить стабилизации государственно-политической системы Украины и укоренения независимых традиций управления страной. Основным противоречием, которое привело к украинско-московской войне в целом и Конотопской битве в частности, стала несовместимость стремления украинской правящей элиты к строительству национального государства и желания царского престола видеть украинские земли частью московского государства. Смерть Гетмана Богдана Хмельницкого 27 июля 1657 года в Москве восприняли как сигнал к началу решительных действий для укрепления своих позиций в Украине. Русская правящая элита поставила перед собой несколько задач. В первую очередь, реализовать свое видение договора 1654 года по реальному присоединению Украины, установив военно-политический контроль над ее территорией. Для этого под каким-нибудь предлогом необходимо ввести русские гарнизоны в украинские города и получить возможность непосредственного влияния на кадровую политику на казацком властном Олимпе. Также положить конец самостоятельной политике украинского правительства. И вытеснить казаков из южных районов Белоруссии, где они стали укрепляться, составляя конкуренцию царским воеводам. Шаги покорения превращения украинцев в рабов для реализации своих целей царское правительство делает ряд практических шагов. Первый из них, 11 августа 1657 года царь отправляет в Украину своего посла-стольника Василия Кикина, который объявил казакам, что к выезду в Украину готовится царский боярин князь Алексей Трубецкий. Когда он прибудет, следует созвать в Киеве Раду для выборов Гетмана. Кроме этого, Трубецкий имел приказ собрать информацию о налоговых возможностях войска Запорожского, объявить казакам, что царские воеводы возьмут на себя административные, арбитражные и судебные функции, и начать подготовительную работу относительно ведения московского правления в Украине. Второй шаг. Царское правительство открыто ведет среди украинского духовенства агитацию за подчинение киевской митрополии власти московского патриарха и добивается недопущения выборов нового киевского митрополита без участия представителей Москвы. А таких прав договор 1654 года Москве не давал. Следовательно, Москва стремилась заставить украинское правительство принимать важные политические решения лишь под контролем ее представителей. Часть старшины государственной ориентации провела выборы Гетмана на Старшинском совете, собственном, а не организованном российским правительством, и без участия в нем специального царского посланника Трубецкого. 26 августа Гетманом войска Запорожского избрали Ивана Выговского. Третий шаг. Царский престол оказывает дипломатическое давление на гетманское правительство. Он игнорирует избрание Выговского Гетманом. Параллельно через своего посланника Артамона Матвеева предлагает Чагирину статьи с изложением основных положений нового ведения российским престолом украинско-российских отношений. Их суть такова. 1. В самых больших украинских городах должны стоять царские воеводы с войском. Содержаться они должны за счет местного населения. 2. Налоги с аренды, доходов и мельниц должны поступать в царскую казну. 3. Количество реестровых казаков должно быть сокращено. 4. В дальнейшем кандидатуру Гетмана согласовывать с царем. 5. Избранного киевского митрополита обязательно посылать на посвящение к московскому патриарху и тому подобное. Четвертый шаг. Москва оперативно обеспечивает силовую поддержку своим претензиям. Выговскому и старшине приказано приготовить для ратных людей хлебные припасы и живности под государеву казну подводы давать, а также для войск князя Григория Ромодановского, которого Москва, вопреки воле Чагирина, направляла в Украину, давать становище по городам. Понятно, что подобных прав договор 1654 года Москве также не давал. Следует подчеркнуть, что все претензии царского правительства на пересмотр отношений были отвергнуты на общевойсковом совете в Корсуне. Пятый шаг. Царское правительство стало активно использовать Запорожье. 21 ноября в 1657 году в Москву прибывает Запорожское посольство во главе с Михаилом Стрейнджой, Ивановым. Запорожье и Самоне было удовлетворено потерей собственного политического веса в общеукраинских вопросах. Посланники соглашались на то, чтобы без воли великого государя, самим нам гетманов не сменять, чтобы в украинских городах были поставлены царские гарнизоны, которые должны содержаться за счет этих же городов, чтобы воеводы городскими всякими делами ведали, а также чтобы Москва получила возможность непосредственно контролировать сбор всех поборов и налогов в войске и единоличное право платить из них жалований казакам. Поэтому с невиданной для московской бюрократии скоростью в тот же день принимается решение поддержать политические претензии Сечи, фактически признав Запорожье самостоятельным субъектом украинско-российских отношений. Решили отправить в войско запорожское царского арбитра, а коль ничего бог дана хитрого. Шестой шаг. Русские пограничные воеводы тайно подговаривали полтавского полковника Мартына Пушкаря к бунту против Гетмана, обещая поддержать во всех потребностях. В итоге в конце декабря в 1657 году Пушкарь со своим полком открыто выступает против Гетмана. В это же время белгородский воевода князь Семен Львов и колон Таевский Давид Протасов тайно удерживали в тюрьмах схваченных и присланных Пушкарем верных Гетману казаков. Седьмой шаг. В феврале в 1658 году новый царский посол Богдан Хитрова, поддерживая антигетманских повстанцев, лидером которых были розданы царские дары, стал требовать у Гетмана Выговского согласия на введение российских гарнизонов в Чернигов, Нежин, Переяслав и другие города и содержание их за счет сбора налога с местного населения. Восьмой шаг. Она относилась к самодержавной царской власти. Поддержка городской власти против казацкой администрации была еще одним средством расшатывания основ власти казацкого государства. Еще раз подчеркнем, ничего подобного в договоре 1654 года не было. Девятый шаг. После разгрома Гетманом в Иговском союзе с татарами основных сил повстанцев под Полтавой гибели Мартына Пушкаря были разрушены планы игры царского правительства на противоречиях между Гетманской и оппозиционной партиями. Поэтому в середине июня 1658 года в Украину под предлогом укращения своевольников прибыли князь Василий Шереметьев с 1600 дополнительных ратных людей, в Киев, и князь Григорий Ромодановский с 15 тысячами ратных людей, 28 июня был в Виприке. Князь Ромодановский имел полномочия в зависимости от ситуации охранять черкасские города от прихода польских людей, и Гетмана, и крымских татар, созвать раду для переизбрания Гетмана, объявить Гетмана изменникам и провести мобилизацию всех благосклонных к Москве казаков и приказать им немедленно выступить против Гетмана и татар. Окольничий должен был обнадежить антигетманскую партию приходом бояр и воевод с дополнительными войсками. Московские войска и их союзники вели себя на Левобережье, как в оккупированной стране. В полках князя Григория Ромодановского находился лидер разгромленной антигетманской оппозиции Яков Барабыш со своими людьми, которые при попустительстве воевод стали разорять левобережные города, грабить и убивать. По городам Левобережья без согласования с украинским правительством рассылались российские заставы. В Прилуках своевольно сместили прилуцкого полковника Петра Дорошенко и казнили нескольких преданных гетманскому правительству сотников. Насилие и грабежи царских войск заставили часть людей бежать за Днепр. Москва без согласования с гетманским правительством 6 июля присылает в Киев дополнительно еще свыше 2000 драгунов и рейтаров. Приход российских войск стал своеобразным катализатором перерастания конфликта интересов в вооруженное противостояние. Какова была логика развертывания военных действий во время украинско-российской войны? В ответ на враждебные действия воевод гетманское правительство решилось на военную акцию на российской территории, заставив, с одной стороны, российское командование выдать лидеров оппозиции вывести свои войска с территории Украины, а с другой, существенно подорвать базу антигетманского движения. Параллельно с Гетманом военные действия против россиян в Белоруссии начал полковник Иван Нечай. Официально война была объявлена сторонами в сентябре 1658 года. Тогда украинское правительство заключило гадятский договор с Польшей, который фиксировал отказ войска Запорожского от подданства царю и выдал манифест к властителям Европы с объяснением причин войны с Россией, а царь выдал грамоту от 21 сентября с призывом устранить неугодного Москве главу украинского государства объявлением о начале военных действий против гетманских войск. Этапы войны. Регулярные военные действия можно условно разделить на три этапа. Первый этап охватывает события конца сентября. Середина декабря в 1658 году войскам Нечая удается выбить московские гарнизоны из городов Белоруссии. Около 20 октября в Украину в третий раз вступило 15-тысячное московское войско во главе с князем Ромодановским с заданием установить военный контроль Москве и над южными и центральными районами Левобережья, обеспечить переизбрание на место Выговского подконтрольного Москве Гетмана. Гетман Выговский, поручив полковникам Григорию Гуляницкому, Петру Дорошенко и Анике Василичу связать боем войск Ромодановского в районе Перятина, сам отправляется под Киев с целью выбить оттуда московский гарнизон. Однако поражение гетманских войск 30 октября под Киевом и осада Ромодановским казацких войск во главе с Гуляницким в Варве разрушили эти планы. Заключение перемирия с царскими воеводами в Украине способствовало снятию князем Ромодановским осаду Варвы и его отступлению к Лохвице. Однако, сил, достаточных для решающей победы, ни у одной сторон на середину декабря в 1658 году не было. Поэтому и Гетманское, и царское правительство для перелома ситуации в свою пользу зимой 1658 и 1659 годов активно готовились к введению в бой новых сил. Москва провела частичную мобилизацию, сбор людей войска со всего государства по указу от 13 ноября, а Чагирин призвал на помощь иностранные войска, татарские и польские. Второй этап войны продолжался с середины декабря 1658 года по вторую половину марта 1659 года. В декабре 1658 года, перегруппировав свои войска, Гетманское правительство перехватило инициативу, главные московские оккупационные войска оказались заблокированными в Лохвице. Получив подкрепление из Польши и Крыма, Выговский немедленно отправился на левобережье с целью возобновить частично потерянный контроль над теми частями Полтавского, Мергородского и Лубнинского полков, в которых уже хозяйничали московские гарнизоны. Вся зима и первая половина марта в 1659 году прошли в постоянных столкновениях между гетманскими и московскими войсками в пограничных районах и периодически под Киевом. Во время похода гетманскому правительству удалось возобновить контроль над большинством территорий отмеченных полков. Но решающего преимущества над силами оппозиционеров и российскими войсками на левобережье Выговский добиться не смог, так как в их руках оставалось около 10 украинских городов. Ключевым событием третьего этапа войны, конец марта, начало августа в 1659 году, был поход в Украину московской армии во главе с князем Трубецким в конце марта. Осады Конотопа. 18 апреля московское войско подходит к Конотопу, стратегически важному городу в украинском приграничье в районе Путивля, под которым и развернулись основные события войны. Если бы Трубецкий взял Конотоп, в котором стояли наиболее боеспособные на левобережье части гетманских войск, то он стал бы хозяином всей центральной части украинско-российского пограничья. В городе тогда находилось три – Нижинский, Черниговский и Кальницкий – казацких полка во главе с северским приказным гетманом Григорием Гуляницким, который командовал обороной города. Итак, 20 апреля русские войска подступают к самому Конотопу. Встреченные пушечным и оружейным огнем московиты становятся под городом обозом, роют возле крепости укрепления и ставят в них пушки. 21 апреля город оказывается в полной осаде. Осажденные в Конотопе казаки отказались как сдать россиянам город, так и принести повинную царю и вернуться в его подданство. Вместо письменного ответа на лист воевода осажденные кричали из города, что они будут стоять насмерть, и непрерывно стреляли со стен в укреплении из пушек и ручного огнестрельного оружия. Более того, 26 апреля казаки совершили вылазку множеством людей на укрепление полка Трубецкого. Численность российского войска под Конотопом составляла около 70 тысяч человек. Очевидно, полагаясь на свое огромное преимущество в живой силе, князь Трубецкий решил взять город штурман. В 6 часов утра 29 апреля на штурм Конотопа пошло 9 стрелецких приказов и, по меньшей мере, 8 драгунских и 4 солдатских полка. В сопровождении постоянного обстрела города из пушек гранатами и огненными ядрами россияне стали от укреплений со всех сторон к городу приступать с лестницами. Не взяв Конотоп штурмом сходу, царские воеводы начали осаду крепости. Город регулярно обстреливали огневыми гранатами и делали к нему вал для того, чтобы установить на нем пушки для прямого обстрела. Между тем, чтобы расширить подконтрольную россиянам территорию, Трубецкий в мае регулярно отправлял рейдовые отряды против гетманских войск. Дважды под Борзну, московские войска город Борзну штурмом взяли и высекли, и выжгли, в район городов Харол, Говтва и Нежин. Во второй половине мая у россиян стали возникать серьезные проблемы с подготовкой к решающей битве за Украину. В частности, под Конотопом из полков воевод начался массовый побег ратных людей, что свидетельствовало о падении боевого духа в войске. В июне 1659 года ожесточенные бои между гетманскими и царскими войсками произошли на севере и в районе Глухого, который путевольский и севский воеводы Григорий Долгорукий и Михаил Дмитриев свыше двух недель держали в осаде, правда, безуспешно, и поблизости Говтвы, где были разбиты казацко-татарскими отрядами. В Конотопе же основные российские войска готовились к новому штурму. Непрерывный обстрел города из пушек стал особенно нестерпимым с 5 июня, когда по совету перебежчика Трубецкой приказал установить 30 пушек за рекой язучно возвышенности напротив Конотопа. Героическое сопротивление защитников Конотопа и пассивная выжидательная тактика князя Трубецкого дали возможность гетману Выговскому дождаться своих союзников – крымских татар. Выговский навязывает царскому полководцу генеральную битву на выгодных для себя условиях. Царские полководцы допустили значительные ошибки во время битвы. Недооценив противника, воеводы не организовали обстоятельной разведки местности, на которой предусматривалось вести боевые действия, не выяснили реальной численности войск противника. Кроме того, князья Семен Пожарский и Григорий Ромодановский никак не оградили себя от возможного обхода стыла. Иван Выговский использовал военные преимущества, которые предоставлял войску Запорожскому союз с Крымом, в частности, сочетание в бою первоклассной казацкой пехоты и быстрой татарской конницы. Навязав московским полководцам генеральную битву в невыгодных для них полевых условиях и применив стратегию концентрированного удара по врагу, Гетман Выговский и Крымский хан, благодаря неожиданным обходным маневрам и своевременному использованию скрытого резерва, нанесли царскому войску сокрушительного поражения. Хроника битвы 24 июня, по старому стилю, на Крупичполе, в 10 верстах северней Ични, объединяются гетманские и татарские войска. С гетманом тогда было 16 тысяч казаков при 10 полковниках, и 3 тысячи поляков, сербов и вулохов с Потоцким, Яблоновским и Немеричем, с ханом Мухаммед Гиреем, 30-40 тысяч татар. Ход битвы можно реконструировать так. 28 июня московские и казацко-татарские войска сошлись на Сосновской переправе. Выговский отправляет казацкие и польские части на правый Конотопский берег Сосновки связать боем московские полки, которые стояли вблизи переправы. В то же время татары разделяются и переправляются через Сосновку выше, в районе села Поповка, и ниже, в районе пустой торговицы, место обоя. Выбрав удобный момент, татары атакуют московские войска в тыл с двух боков. Россияне бегут. Оценив угрозу ситуации, князь Струбецкий приказал всем войскам оставить укрепление под Конотопом и собраться в его обозе. Таким образом, осада города на 70-й день была снята. Гетман Выговский с основными силами 29 июня подошел к Конотопу и взял в осаду лагерь россиян, начав его непрерывный пушечный обстрел. Желая спасти войска, которые у него остались, и вырваться из окружения, князь Струбецкий 2 июля начал отступление в сторону Путивля. 4 июля русские войска оставили территорию войска Запорожского. Слава Украине, героям слава. Помним не забудем.